техника даже на простой йоте такая маленькая штучка которая дает на интернет не самый лучший вариант работает шум спасибо делаю а Продолжение следует... 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 Примем его к сведению, что, как правило, но не всегда нам эта цель известна. Откроем второй вопрос. Какие виды активности мне требуются? И вот я запускаю этот опрос, вы видите результаты. В виде активности сам смысл, я думаю, понятен из вариантов ответов. Наверное, все понимают, что такое форумы, в которых можно рассылать студентам новости, давать какие-то консультации, когда они задают вопрос, а вы отвечаете всей группе, и вести дискуссии учебного характера. Очень хорошо, что половина участников хотели бы такой форум иметь. Замечательно. Следующий вид деятельности – тестирование. Тренировочное, когда они тренируются, смотрят, ознакомливаются с вариантами заданий. Контрольное, когда им предлагается ответить на вопросы и получить за это некую оценку, некую аттестацию. Иногда это внутрисеместровая, иногда это промежуточная аттестация, которая учитывается за четки ведомости. Также мы видим, что очень многие хотели бы применять в своем онлайн-курсе такой вид деятельности, как задания на оценку. Это и реферат, или эссеи, РГР, и даже курсовые работы размещать студентам на оценку. Файлы, пособия, лекции, самое легкое, кстати, и очень полезное в онлайн-курсе решение – это файлы. Замечательно. Гораздо реже мы видим процент по проектной работе со взаимным оцениванием, и это действительно сложно даже для продвинутых. Мы это просто будем иметь в виду, что это можно, но сложно. Учебное видео мы любим. Может быть, это свое, может быть, это чужое. И хуже всего мы видим желание размещать публикации из ЭБС пока на последнем месте. Видимо, может быть, мы и не знаем, что это такое – электронная библиотечная система, или, может быть, у нас ее вообще в ВУЗе не имеется, или она имеется, но в онлайн-курсах мы не применяем, поэтому и не всем оно, может быть, так надо. Итак, мы видим, что нам хотелось бы. Мы понимаем, что есть такое понятие – учебная активность в онлайн-курсе. Закрываю этот опрос, открываю следующий. Наверное, самый тяжелый вопрос – моя главная цель. Моя главная цель – для чего мне нужен этот онлайн-курс? Есть такой термин – исключительное дистанционное обучение, когда в моем ВУЗе обучение осуществляется без прибытия в аудитории, чисто удаленно, на расстоянии, в соответствии со статьей 16 Федерального закона об образовании. Есть такое понятие – не приезжая, ну, кроме выпускных и квалификационных работ. Вот. Чаще всего, и мы это видим на экране, я вот тоже проголосую свой вариант, это только поддержка обучения с применением дистанционных образовательных технологий. И есть варианты, когда мы еще сами цель эту, как уже говорилось, точно не представляем или нам ее точно не сформулировало наше руководство. Но мы хотим это узнать. Очень хорошо. Ну, и что касается поддержки обучения с применением дистанционных образовательных технологий, здесь также широкий объем может подразумеваться. Хочу отметить, что в мире, например, в США, в Европе, поддержка традиционного обучения с применением онлайн-технологий носит просто массовый характер. Не массовые открытые онлайн-курсы, а именно поддержка. Профессор, лектор, тьютор, ассистент лектора проводят занятия в аудиториях, дают задания, они выполняются в онлайн-курсах, потом они приходят снова в аудитории и получают оценки как в аудиториях, так и в этих онлайн-курсах. То есть здесь, можно сказать, наш термин самостоятельная работа студентов. Все чаще осуществляется с применением таких онлайн-курсов. Хорошо. Следующий вопрос, который я хочу вам еще создать, это технические возможности. То, что мы хотим, это хорошо. А вот есть ли у меня возможность создать, вот я запускаю этот опрос, есть ли возможность. И тут я предложил на ваш выбор три варианта. Например, в моем ВУЗе есть система онлайн-обучения, есть сайт, есть техническая поддержка, есть методическая поддержка, есть некие планы руководства, я делаю себя. И таких вот 61%. Это очень хорошо, когда в ВУЗе есть такая возможность. Правда, с оговоркой, где-то поддержка не очень хорошая, где-то методическую поддержку не успели еще создать. И мы вот как раз будем заниматься. На втором месте, как вы видите, затрудняюсь ответить. Да, действительно, может быть и сайт-то и есть в ВУЗе, но как туда войти, или где-то еще сделать, информации нет. Очень хорошо, что мы на этот вопрос сегодня тоже дадим ответ. Как найти же тот сайт, где можно сделать такой курс. И меньше всего вариант данного внешнего сайта. Вот я сейчас транслирую экран. Это внешний сайт, который может применяться ВУЗами, клиентами электронной библиотечной системы компании Директ Медиа. Вот этот сайт позволяет любому клиенту создавать онлайн-курс. Есть и другие варианты создания онлайн-курсов, которые мы также сегодня рассмотрим. Итак, переходим непосредственно к нашему занятию, к нашей встрече. И я бы хотел... Так, я должен выбрать вариант ответа. Свой ответил. Итак, я останавливаю все эти опросники и закрываю и перехожу. Показываю экраном. Я в последнее время, не знаю, как вам это понравится или нет, отказываюсь от слайдовой системы вебинаров. Мне больше нравится гибкий режим, когда по ходу задается любой вопрос, и я могу совершенно спокойно, не готовя слайды заранее, на него ответить, визуально показать, как это работает. Вот мы сейчас видим такой внешний сайт. Адрес lmsbiblio.ru И иногда я... Вот здесь у нас есть онлайн-консультант, это я, как правило. Иногда я получаю такие вопросы. Я не знаю, с чего начать, я хочу, чтобы преподаватели применяли онлайн-обучение, но у вас ничего не понятно, все запутано. Андрей Олегович, нормально слышно и видно? Коллеги, нормально сейчас? Отлично, спасибо. Вот. Я задумался на эту тему, мы тут старались, хотели как можно удобнее, как можно насыщеннее, показать возможности, но, вспоминая себя лет 10 или 15 назад, если бы посмотрел на такой сайт, я бы тоже, наверное, бы испугался. Что-то крутится, какие-то возможности, а куда идти, ничего и не понятно. Вот давайте мы эту задачу сделаем понятной, и вот как раз вот эта картинка, которую сейчас вы видите, отправить заявку на создание курса, она как раз и должна была, на наш взгляд, обратить внимание, дать возможность любому желающему создать свой онлайн-курс. Ну, уже еще полное видео посмотреть позже. Не совсем понял вопрос, Алексей Петрович, я сейчас не видео показываю, а транслирую экран. Прошу уточнить ваше пожелание, чтобы я на него максимально точно ответил. Вот здесь, повторяю, можно отправить заявку любому желающему на создание онлайн-курса. Но, чтобы ее подать, нужно пройти регистрацию. Вот здесь мы видим, что я зарегистрировался. Если я не пройду такую регистрацию, вот нажму на выход, мне такой заявки сформировать не получится. Вот, я нажимаю отправить заявку. А, вон, конечно, Алексей Петрович, мы всегда все наши вебинары сохраняем в видео, выкладываем еще в YouTube, ну, немножко неудобно тратим на это время, но мы всегда это делаем, в том числе это будет ссылка, методическое пособие для тех, кто захочет, заинтересуется, вам будет сложно объяснить. Вы можете дать эту ссылочку, и они посмотрят то же самое. Итак, возвращаемся. Чтобы подать такую заявку, нужно сначала перестать быть гостем. Нужно нажать на вход, и тогда у вас появляется право на подачу такой заявки. Кстати, я очень приветствую, если вы будете меня не то что перебивать, а спрашивать прям по ходу. Это будет живое общение. Немножко условное, я голосом выписываю, но так тоже хорошо. Второй вариант. Можно с любой страницы, где находятся категории курсов. Такие вот вобщенные, укрупненные группы, вы видите сейчас, курсов. Не у всех есть доступ ко всему, но тем не менее, это называется категория. Здесь есть кнопочка добавить курс. И третий вариант. Мы стараемся максимально вам помочь. Вот для преподавателей в этом меню, мы приготовили ссылочку запрос на создание курса. Виталий Валентинович интересуется. Регистрация в Moodle, в ВУЗе, дает возможность размещать курс на вашем ресурсе по той же регистрационной запище. Совершенно верно, Виталий Валентинович. Если вы зарегистрированы на этом портале, то вы все, даже студенты, получаете право по умолчанию подать заявку на создание курса. Это настройка нашей системы, нашей платформы. У всех есть право такое подать. Есть сайты ВУЗов, где другие настройки разных ВУЗов по-разному, администратор по-разному выставляет. У некоторых такая кнопочка есть, у некоторых ее нет. если ее нет, то вы можете сообщить сотруднику, который открывает курсы каким-то образом по телефону или письменно, а может быть через докладную вам этот курс откроет. Итак, спасибо, что спрашиваете. Везде специфика. Вот у нас на портале она вот такая максимально демократичная. Три варианта. Мы еще пока цель не рассматриваем. Мы проговорили вопросники, что бывают разные ситуации. Но технологически это делается вот так. Как только любой пользователь нажимает кнопочку добавить курс, тут возникает вопрос цели. У нас постоянно будет вот это движение ток методики, ток технологии, ток управления. Это нормально. Вот этот вопрос, вот этот пункт подачи заявок, как правило, у новичков не вызывает вопросов. Вы просто здесь пишите полное название курса. Если вы не знаете для чего это поле нужно, вы всегда можете нажать подсказочку. Вот это хорошо сделано в муду, на русском языке. он старается максимально интуитивно подсказать. Полное название, краткое. Вот тут у новичков возникают трудности. Кстати, не новичкам, те, которые давно уже создают курсы, вот я вижу здесь есть знакомые имена и фамилии, это тоже иногда полезно, особенно, вот я повторюсь, если вы распространяете сведения, информацию, как работать в муду у себя, вам поручили это делать, вот имейте пожалуйста ввиду, например, полное и короткое. На нашем портале, и я сам лично, я всегда полное название, вот допустим, предмет микроэкономика, написал, дальше, я всегда рекомендую, чтобы не путаться, потому что микроэкономика преподается разными преподавателями, в разных учебных группах и в разные года, в чем преимущество данной системы перед муду, так это и есть муду, мы только про муду сегодня и говорим, может быть он визуально не очень похож на муду, у нас дизайн необычный, но это обычный муду, версии 2.8.1, мы пока не торопимся на троечку, потому что надо сначала хорошо изучить, я всегда рекомендую через дробь оговаривать, что это именно Белоножкин, а не Наталья Викторовна, например, она может быть тоже ведет такой предмет, далее могу еще детализировать, что я как Белоножкин преподаю этот предмет у группы 12-го года поступления в финансы и кредит, да еще у дистанционщиков или, например, у заочников, у нас, например, такая бывает кодификация учебных групп, и тогда становится все понятно, и предмет, и преподаватель, и поток, некоторые начинающие не знают этого, в том числе организаторы, не применяют такую несложную кодификацию, потом начинается путаница, кто вел, когда, хорошо, это мы дали полное название, а вот краткое, вот я, например, никогда не делаю краткое каким-то кратким, хотя многие и зарубежные коллеги, коллеги присваивают им какое-то там сложное название, из аббревиатур, но я не вижу в этом особого смысла, технически все будет работать, и главное, что в верхней строке заголовки курса будет видно то же самое, если это понятно, прошу сообщить плюсик, и мы идем дальше, по простым шагам, мы все успеем сегодня сделать, понятно, категория вот здесь иногда путаница, не пугайтесь, никакой путаницы нет, дело в том, что курсы модул сделаны структурированно очень удобно, например, эти курсы, предметы этого факультета, эти другого, на факультете их можно по кафедрам распределять, по категориям, иногда еще другую какую-то категоризацию, на этом сайте все вновь создаваемые курсы по умолчанию создаются в категории курсы в разработке, если бы мы сделали по-другому, и они бы попадали сразу в категорию своего вуза, то в ваших вузах было бы много пустых, недоделанных курсов, если вуза нет в нашем списке, это значит, Владислав Викторович, или вы еще не наш клиент, а если вы клиент, я имею ввиду директ-медиа, ЭБС, если вы клиент и у вас в вашей категории нет, просто сообщите мне куда, вот сюда, к клиенту, и я вам отвечу или сразу в онлайн дам ответ, или офлайн, если я сам, допустим, сплю ночью, или у меня бывают лекции, обычно по пятницам, вы всегда получите ответ, и мы решим любой ваш вопрос, если вы не являетесь нашим клиентом, то или вы подумаете, как им стать, или я вам предложу еще один вариант для всех желающих, бесплатно, тоже от компании Директ-медиа, сейчас я покажу, где, есть очень хороший мудл сайт, профи-до, это общественная организация, Директ-медиа, ее официальный, точнее, генеральный партнер, предоставила сервер, техобслуживание, площадку, здесь свободная регистрация, и здесь можно создавать, сначала тренироваться, а потом, может быть, и применять любой онлайн-корс, абсолютно свободно, вот такой у него дизайн, немножко медленно крутится, из-за того, что трансляция идет, и вы можете спокойно авторизоваться, причем используя, буквально за секунды можно авторизоваться, и здесь тренироваться, первые шаги делать, если вы там что-то серьезное сделаете, вы можете его забрать спокойно, потом удалить, и копию разнести туда, куда вы хотите, мы вам поможем, и это подарок от нашей организации, от нашего генерального партнера Директ Медиа, и сегодня как раз исполняется первая годовщина создания, проведения учредительного съезда этой организации. Возвращаемся к нашим курсам, с категории, надеюсь, вы поняли, сначала какую-то категорию, лучше черновую разместить, следующее поле показать или скрыть, если скрыть, то кроме вас его никто не увидит, например, вы тренируетесь, показать, значит, его можно увидеть, хорошо, что вы спрашиваете, не стесняйтесь, спрашивайте любые вопросы, мы вам ответим, дата начала курса, ну, допустим, забыли, что это такое, посмотрели справочку и поняли, что он станет доступным с определенной даты, например, с 1 сентября, вы до 1 его готовите, его никто не видит, наступило 1 сентября, он автоматически открылся, идентификационный номер не смотрим, я его никогда не применяю, он для внешних систем, мы пока их не трогаем, ну, например, с какой-то другой платформой, может быть увязан этот онлайн курс, поле описания вы пишете, обычно начинающие пишут, я пробую, для пробы, некоторые более продвинутые пишут описание, курс предназначен для студентов, экономических специальностей, очные и заочные формы обучения, и так далее, описание, то, которое видно всем, очень важный элемент, но сейчас мы не будем на нем заострять внимание, к нему лучше вернуться тогда, когда вы уже завершили курс, и применяете его полностью, если он у вас для поддержки, не для исключительного, вы пишете, курс предназначен для поддержки и обучения студентов, ОФО, ЗФО, по предмету, тут расположены методические указания, лекции, учебные пособия, и ФОРУ, вот простейший вариант, чтобы было всем понятно, ну, кстати, вот мы и структуру курса почти рассмотрели в поле описания, очень важно делать то, что вы хорошо понимаете, на самом деле часто нас запутывают, объясняют многие вещи сложным, предлагают разные варианты, мы начинаем путать, в файле описания, например, можно разместить какую-то программу или коммерческие предложения, если курс платный, не будем пока пропускать, это смотреть, а вот формат курса мы рассмотрим сейчас чуть-чуть поподробнее, формат, форма, и вот разные варианты здесь в справочке перечислены, последний разделы по неделям, очень популярный зарубежон формат, где очень строго по календарю, вот 1 сентября начали, и каждую неделю Moodle пронумерует, с какого по какое, они работают строго по расписанию, и сколько недель в месяц он посчитает, на каждую неделю откроет отдельную секцию, для начинающих лучше брать разделы по темам, ну, например, вы делаете курс поддержки, у вас, что там темы, первая секция будет называться методическое обеспечение, вторая секция будет называться, к примеру, теоретические материалы, и все, у вас будет две секции, и это ваша задача, ваша цель, курс форумы редко применяем, там только общаются, единственный элемент еще реже, например, там какой-то один файл размещен, и все, мы обычно по умолчанию берем формат по темам, но с нашей добавочкой нестандартный элемент, сворачиваем разделы по темам, вы сейчас увидите, пока так, все темы сначала свернуты, потому что их может быть много, и это неудобно, а студент или преподаватель выбирает, например, тему 3, она развернулась, а остальные свернуты пока не нужны, закончил 3, открывает тему 4, в ней свой контент, свой ресурс, и в этом формате мы создаем количество разделов по умолчанию 10, для начинающих штуком может быть и не надо, например, в моих курсах, но больше 10 тем никогда не бывает, 7, 8 за семестр в одном предмете, но мы сделали 10 по умолчанию, а вы можете любое количество разделов, то же самое это еще и темы, вы можете изменить или сейчас или потом, в принципе далее можно ничего не читать, тут уже настройки все хорошие выставлены, здесь по темам все есть, количество столбцов не буду тратить ваше время, не читайте, когда станете уже такими продвинутыми, можете разобраться, сейчас мы не будем, это больше имеет отношение к дизайну, мы его хорошо продумали стандартно, можно пропустить, далее, гостевой доступ, мы по умолчанию, вот это вот важно, чтобы разные посторонние, ну например, посторонний вузок вам не заходил, вы можете включить нет, если включить да, сами, это ваше право, мы по умолчанию включаем нет, там интеллектуальная собственность может быть, там какие-то черновики еще, и мы не хотим раньше времени открывать, или у нас нету права открывать, поэтому везде по умолчанию стоит нет, но если вы сделали массовый, открытый, да еще платный может быть курс, тогда вы можете его открывать, но это потом, файлы и загрузки, у нас по умолчанию включено 20 мегабайт на один файл, это большой размер, у нас для наших клиентов имеется возможности, даем 20, но если это тонкий клиент, вуз, где сервер уже переполнен, память на дисках уже переполнена, вы можете искусственно сами или администратором ограничивать объем файл, допустим, RGR не больше 3 мегабайт, это конечно мало. Внешний вид, не буду сейчас рассказывать, это имеет отношение к дизайну, да, Владислав Владимирович, платные курсы можно создавать, многие не знают об этом, причем легально с всеми бухгалтерскими налогами и прочими моментами, если вас это отдельно интересует, мы всем авторам, вот здесь вот мы пишем преподавателям, в общей информации, университетам, вы ваши разработки, наработки можете легально выводить за вашу стоимость, за вашу цену выводить на рынок, но это уже тема для продвинутых, хороший вопрос, давайте мы все-таки первый пока поглубже рассмотрим, а вот это будем иметь ввиду, что наш труд при создании онлайн курса авторский, б, отчуждаемый, вот этот курс, который вы делаете, вы можете его забрать, скачать, разместить где-то, можете его продать или можете применять, это очень важно, цель у нас еще может появиться, не бизнес, а компенсация вложенных ранее сил, это нормально, следующий пункт отслеживания выполнения по умолчанию включен, это немножко сложно для начинающих, очень хорошо, если у вас будут такие вопросы, мы всегда готовы продолжить как вместе, так и индивидуально, может быть даже и проведем специальный вебинар на эту тему под названием коммерциализация или реализация коммерческого потенциала в онлайн курсах, что-то такое, у нас есть все для этого и возможности, и правовые, и интеллектуальные, отслеживание выполнения включено, я вам покажу сейчас, что произойдет, и так сохранить, это мы все пока подавали заявку, первый шаг, все, мы его сейчас создали, если, так, хорошо, Наталья Викторовна спрашивает про пароль, я сейчас не буду возвращаться, да, действительно, вы, если создаете курс и желаете его предоставить только своим студентам или тому, кому надо, вы просто его там вводите, и тогда, кто этот пароль знает, они получат доступ и станут студентами, правильно, это один из вариантов доступа, не 20 мегабайт, это только на один файл, может быть, у вас там 20 заданий, каждый раз не больше 20 мегабайт на один файл, а не на весь курс, мне очень нравятся такие вопросы, несмотря на то, что они от начинающих, но они очень противные, далее, после создания курса, после того, как вы оформите эту заявку, мне, администратору, или администратору вашего вуза придет на почту уведомление, что кто-то подал заявку, мы подтверждаем, и вам приходит письмо, что ваша заявка подтверждена, это защита, то есть это порядок, мы смотрим, чтобы заявки были соответствовали нашему направлению деятельности образовательной, вот такая процедура. Сейчас этот курс готов, вот я покажу, как будет выглядеть пустой курс, после того, как он создан. вот пожалуйста, вы сейчас видите на экране, надеюсь хорошо видно, прошу мне сообщить моих помощников, хорошо ли видно экран, нет ли искажений, как со звуком, отлично, замечательно, мы работаем без слайдов, это очень редкий случай, это позволяет мне перейти в любое место, куда нужно, не обращаясь ни к каким слайдам PowerPoint. Идем далее, на слайдах это жесткая структура, вот ни шагу в сторону, то, что есть, ты и показываешь. Спасибо. Итак, вот мы видим, что получил преподаватель или сотрудник, создавший заявку, получивший подтверждение, на этом сайте все попроще, там мне пишут все желающие заявку, тут же открываю, и получают вот то, что им выдал администратор. Пустой курс, смотрим на этот курс, в нем 10 тем, или 10 секций, в нем вот такой скрытый формат, показать все, скрыть все, если нажимаете показать все, ваши темы или разделы, ничего нет, их можно скрыть, или вы открываете любой раздел, или студент, или ваш, кто допущен, вот такой вот, многие начинающие не знают, что есть такой удобный формат, и многие авторы в Moodle делают длинные такие вот курсы, много всяких элементов, и вот пока дойдешь до низу, уже и мышка станет крутиться, здесь более компактно, более современно, и удобнее, можно одним взглядом вот так все показать, все скрыть, или выборочно открыть любой раздел, но возникает вопрос, зачем нам слово разделка, да, мне нужна тема один, где это все, вот то, что я хотел, там, тесты свои, методические файлы, где это все туда разместить, мне непонятно, прежде чем показать, как это все делается технически, я всегда спрашиваю, а идейно, идеологически мы готовы сейчас решать нашу задачу, если вспомнить наш опрос, что, какие виды учебной активности я хочу применять, мы говорили, мы хотим тесты, а есть ли эти тесты с ключами, не факт, что они есть, а мы же и хотим, значит, нам нужно продумать заранее создание тестов, чтобы они были в верде, ну, верд наиболее популярны, чтобы там были правильные ответы, до начала курсы, второе, мы говорим, что там были лекции и файлы, где эти методички, где эти файлы с лекциями, они должны быть заранее у нас готовы, или предусмотрены, что я буду туда их размещать по мере получения, мы говорим, что там они сдавали курсовые и так далее, тематика курсовых, РГР, у нас должна быть заранее, до того, как мы начнем что-то здесь творить. Вот когда у нас все продумано, мы не замахиваемся на какие-то чудеса, но у нас есть то, что мы задумали, вот тогда мы можем спокойно открывать в онлайн курсе все, что необходимо. Итак, допустим, у нас первый пункт, мы хотим разместить файл с методическими указаниями по контрольных работах. Это может быть и файл с лекциями или что угодно, любой файл, даже видео. Просто-напросто нажимаем кнопочку режим редактирования, которой нет у студентов, но есть у автора, есть у преподавателя. И тут у многих возникает шок, появляются какие-то символы, коронавируса, вот такие вот элементы, я прошу вас, уважаемые коллеги, не бойтесь, нажимаем на надеюсь, так лучше будет видно, возможно уже не хватает моей скорости, так лучше слышно? Отлично. Ну, кстати, это и практика для ваших вебинаров, я сейчас не закончил мероприятие технически, сижу на подключен к широкополосному но йоте каналу, если будет кабельный, то будет лучше, видео и качество, и звук будет лучше. итак, вот у нас первый вопрос, мы хотим добавить файл, он у нас есть, я сейчас покажу вам, как это делается, вы не видите мой второй экран, представьте себе, что я открываю проводник моего компьютера, где у меня файл ввердовский лежит, я сейчас найду любой файл, и из окна, где этот файл размещен, я просто перетащу drag and drop вот в эту зону, в нужную мне секцию, какой-нибудь файл, и пока я это делаю, обратите внимание, запомните, что имя файла должно быть информативным, это сэкономит ваше время, ну вот, сейчас я вот нашел такой файл, я его перетаскиваю, я захватил левой кнопкой мыши из папки на моем компьютере файл, и не отпуская левую кнопку, перетягиваю его в нужный раздел, например, сюда, или другое место, и как только я отпускаю, у меня этот файл начинает грузиться с тем именем, которое было, вот было РП основы управления персоналом 2013, вот так он и закачался, теперь студент этот файл может скачать, возникает вопрос, а что такое РП, мы понимаем, что это рабочая программа дисциплины по предмету, но студенту это может быть непонятно, может быть понятно, чтобы изменить название, вот здесь есть карандашик, и прям тут же вы изменяете его название, ну, например, вот РПД, допустим, вот так вы решили, исправили букву, текст, убрали то, что мешает, и вот так вот вы потратите время, и ваш файлик готов, надеюсь, это понятно, но по работе с файликами нужно еще иногда выполнять такие процедуры, например, вы ошиблись, хотите переместить этот файлик в другое место в вашем курсе, цепляя за вот это перекрестие вы можете его перемещать, кроме этого, вы можете его скрыть, глаз закрывается, и тогда студенты его не увидят, вы можете его снова показать, вы можете его удалить, ну, осталось переместить вправо, например, вы хотите так вот лесенкой что-то выстроить, вправо-влево, и это редко, но иногда используем, но в целом вы уловили, первый пункт файлы, который у нас есть для наших студентов, вы можете здесь размещать, мы уже решаем задачу поддержки обучения, мы им даем важную информацию по написанию заданий, может быть это лекции, даже если это видео, вы тоже можете сюда видео разместить, если это PDF файл, его тоже можно сюда перетащить, я думаю это понятно, прозвучал вопрос от Натальи Викторовны, добавить элемент или ресурс, это очень хороший вопрос, поскольку здесь технология превращается в педагогику, я отвечу почему, элемент это то, что требует от студента деятельности, еще называют его активности, ресурс это то, что помогает, вот например файл это ресурс, его можно использовать, а вот тест там надо действовать, там надо выбирать варианты, давайте мы тогда с файлами надеюсь разобрались, по файлам нет вопросов, нет, отлично, вот теперь начинается все самое важное, деятельность элемента, в принципе если мы решаем простейшую задачу разместить студентам файлы, форум у нас уже автоматически создан, мы уже простейшую задачу поддержки решили, мы рассылаем новости, мы им дали методички, дали лекции, все остальное мы даем по аудитории, вот так вот можно было бы закрыть, но мы теперь наращиваем задачу, делаем посложнее, конечно форум можно вот по этому же карандашу, давайте сделаем все-таки покрупнее, вот, кликайте, да, я не буду на это тратить время, начинается самая интересная интрига, которая особенно на нашем сайте является пожалуй наиболее любопытной, вот обратите внимание, нажали мы на эту кнопочку добавить элемент ресурса, вверху мы видим элементы, вот все, что касается учебной активности и вторая здесь группа называется ресурсы, и так мы уже поняли, элементы курса это то, что требует активность и пошли самые необычные элементы, которые есть только в нашей компании в таком просто колоссальном количестве, это значит, что не все из них может быть для вас полезным, более того, что-то может оказаться конфузищем и непонятным, вот например, вы выбираете какой-то элемент, а тут инструкция на английском, мой совет, не тратьте время на то, что вам сложно, давайте что-нибудь попроще, например, мы среди активности выберем, чаще всего применяется, это тест, так, а вот он, тест, чаще всего он имеет колоссальные педагогические возможности в потенциале, несмотря на критику и то, что про него говорят, на самом деле грамотно, хороший тест, всегда помогает преподавать. Справа мы всегда видим описание, инструкцию, сейчас не будем читать, можно подробнее увидеть, но как только мы выбрали этот вид активности или элемент и нажимаем кнопочку добавить, дальше появляется небольшая сложность, которая иногда пугает начинающих преподавателей. Название теста, давайте я вам помогу, например, это будет тренировочный тест, где не не надо им волноваться, они готовятся готовятся к контрольному к сессии или к чему-то готовятся, а может быть контрольный. Иногда можно написать тест по теме 1 или тест по модулю 1, это ваше право. Вступление можно ничего не писать, но можно с точки зрения дидактики и методики можно написать этот тест поможет вам с маленькой лучше подготовиться ну, например, к зачету. Вот такой вариант. Это ваше творчество, но тут нужна четкая цель. Допустим, у вас еще раз повторюсь, есть набор тестов заданий с ключами, синхронизация, немножко сложный звучит, но здесь можно ограничить, когда допустить, например, вы не хотите, чтобы раньше времени они что-то там смотрели, и когда выключить, например, вы не хотите, чтобы они там вечно тестировались, когда уже сессия закончена, вы можете ничего не включать, то есть вот тут уже творчество и ваш замысел. Немножко сложно, а куда деваться, это логика учебного процесса, вы можете ничего не включать, но если вам потребуется, у вас всегда будет наготове. Если это тренировочный тест, я не включаю время, пусть себе там тренируются сколько хотят. Если это контрольное тестирование, извините, у меня например такой норматив, две минуты на одно задание, проверка Татьяна Юрьевна, очень хороший вопрос, конечно же компьютер проверит, если преподаватель приготовил тесты, приготовил ключи, вложил в это душу и внес это в систему, дальше помогает ему компьютер, это колоссальная экономия времени, вот в том-то и дело преподавателю здесь не нужен, и некоторые новички не знают об этом, поэтому ничего страшного, лучше порадуйте таким вопросом, а мы вас порадуем нашим ответом, вот если у меня 10 вопросов, я выставляю 20 минут, по 2 минуты, хотя бывают и сложные задания, я вас очень прошу, не стесняйтесь, задавайте самые разнообразные вопросы, новички часто стесняются, это очень плохо, когда стесняются коллег, в данном случае ничего не будет, по истечении времени есть разные хитрые настройки, если время закончилось, то, что он успел, то отправляется автоматически через 20 минут на проверку, не будем пока на это тратить время, над чем вы запутаетесь, можно включить различные льготные периоды, пока не буду включать время, оценка, если есть такая у вас как больно рейтинговая система, которую можно отдельно провести, и не одно, а вебинар, вот там это мы могли бы проговорить, например, оценка по контрольной точке модуля 2, или контрольная точка 2 модуля 1, допустим, у вас нет никаких категорий, число попыток, на тренировочное тестирование не ограничено, на контрольное максимум 3, как правило, некоторые 2 выставляют, но очень интересная система, далее, метод оценивания, вот тут подсказка, высшая, значит, из 3 попыток берется высшая, средняя, из 3 попыток возьмется, ну и так далее, первая или последняя, понятно, расположение, как показано на экране редактирования, мы создали первый, второй, третий, так они в том же порядке появятся, но чаще всего мы говорим сделать случайное перемешивание, чтобы каждая попытка была с перемешиванием, вопросы, каждый вопрос на отдельной страничке не советую, хотя по умолчанию стоит каждый вопрос на страничке, это занимает время, я обычно делаю по 5 вопросов, чтобы слишком часто не перезагружать страничку, показать больше метод навигации свободный или последовательный, это значит, я наверное вас уже ввожу в усталость, в задумчивость, не пугайтесь, можете это все пропускать, но с принципу уже улавливайте, если просто спокойно читая подсказочки, все на русском языке смотреть, то там обычно все понятно, если непонятно, можете обратиться ко мне, к онлайн консультанту, я люблю отвечать на вопросы, кстати, обычно студенты больше спрашивают, чем преподаватели, преподаватели чаще стесняются, хотя есть такие преподаватели, которые спрашивают меня очень часто, я за это только их люблю, навигация, можно выбирать любую последовательность или жесткую свойство вопроса, варианты тоже случайно, не только вопросы, но и варианты, так, это пока не буду тратить время, оставляем, это уже высший пилотаж, вот это настройки просмотра очень важно, если это тренажер, уважаемые коллеги, я всегда им показываю общий бал, но отключаю правильный ответ, вот, правильный ответ не дают даже в тренажере, тем более в контрольном тесте, потому что они в тренажере быстренько посмотрят все правильные ответы и перестанут что-то делать, хотя некоторые разрешают смотреть правильные ответы в тренажерах, это повышает скорость, они запоминают, записывают, ну, наверное, тоже не буду я вам подробно рассказывать, наверное, вот чисто по тестированию можно было бы отдельно провести вебинар, конечно, Владислав Викторович, мы бы зря брали Moodle, если бы не видели точную аналитику по результатам, я вам скажу, там не просто итоговый бал студента, там все его попыточки, по каждому вопросу, мы увидим, мы увидим средний бал по каждому вопросу, это называется тестовое задание в группе, и более того, мы даже увидим дисперсию, отклонение от среднего значения по разным тестовым заданиям, и сможем понять, какие тестовые задания у студентов чаще всего вызывают трудности, вот, например, это задание хуже всего отвечает, и по студенту, и по каждому тестовому заданию, спасибо за ваши вопросы, то есть, даже мы, вот, начинающие, не знаем, но многих, я скажу, и даже опытные, часто не задумываются про эту аналитику, но она положительная, так, внешний вид, можно показывать изображение, некоторые спрашивают, а зачем изображение, я отвечаю очень просто, если у вас в компьютерном классе проходит тестирование, и вы проходите вдоль компьютеров, и вы видите, кто под каким поролем зашел, даже с учетом фотографии, то есть, никто никому другой логин порой не передает, но, если это не надо, вы это изображение на экране в ходе тестирования не включаете, десятичных знаковых оценков стоит по умолчанию две, два знака, можно поставить ноль, тогда автоматически будет округлять до целых значений по правилам округления, наши коллеги иногда такие придумывают немыслимые педагогические решения, что просто интересно становится, например, вот если первая попытка закончилась хуже двойки, не так, вот если он набрал четыре балла, то повторную попытку он получит, не будем тоже тратить на это время, тут можно к IP адресам провязать, ограничить число попыток между первой и второй, исключить метод тупого перебора, так называемый, например, пока не пройдет два часа после первой неудачной попытки, система его не впустит, или еще какие-то тут вариации, мы не будем сейчас читать, очень интересные настройки, я обычно новичкам говорю, пропускайте, потом по мере возможности сядете, посмотрите, например, запретить копирование текста из теста для применения поисковых машин, когда они в гугл зайдут и быстро найдут ответ в гугле по этому тесту, тоже можно защитить, также здесь очень просто невероятные настройки, мы пропускаем, открываем, сохраните показать, иначе мы наверное не успеем и устанем, это сложные вещи, появляется вот пустой тест, студент ведет две попытки разрешено, метод оценивания, высшая оценка, все, никаких ограничений больше нет, но ни одного варианта тестового задания нет, у преподавателя есть кнопочка редактировать тест, вы ее все будете видеть, и дальше появляется непонятно что, название теста есть, но вопросов нету, видна оценка по умолчанию 10 баллов, ну допустим мы хотим нашу пятерку максимально, он сам автоматически присчитает, а где же тестовое задание, и вот оно здесь не всегда видно, его можно добавить, сейчас загрузится, добавить, и три варианта, новый вопрос, вы вручную создаете, или из банка, например, у вас есть банк, от вашего коллеги, из другого курса, но нет у нас пока никакого банка, мы создаем первый наш вариант с чистого листа, так, вот появляется такое вот богатое наполнение, какие бывают варианты тестовых заданий, верно или неверно, ну, типа, да или нет, например, верно ли, что Пушкин родился в Лондоне, он нажимает неверно, значит, система поставит ему положительный балл, вычисляемый, когда вставляется число, вложенные ответы пропускаем, это сложно, краткий ответ, где нужно написать слово, например, кто написал Руслана Людмила, нужно написать Пушкин, тогда будет балл положительный, множественный, самый частый вариант, наверное, мы его и возьмем на сегодня, когда выбирается один или несколько вариантов ответа, хорошо, что все на русском языке, хорошо, Людмила Михайловна, я думаю, вы уже ловили, желаю вам всего доброго, коллеги, тогда я и я тоже перехожу к действиям, добавляя множественные варианты ответа, естественно, в записи потом вы все это посмотрите, дальше появляется уже знакомое меню, как называется вопрос, здесь вы пишете, я обычно делаю так, сейчас загрузится, работа трудоемкая, некоторые мои слушатели, некоторые коллеги научились прямо извердо импортировать сотнями вопросы в нудов, вместе с ключами и даже с картинками, но это чуть более сложно, мы посмотрим с точки зрения методики попроще вариант, итак, вопрос, ну давайте придумаем вопрос, какие существуют элементы учебной активности, вот это название вопроса, я его скопирую и в краткое тоже сюда вставлю, естественно, здесь будут какие-то варианты ответа, при этом, если все будет правильно, максимальный балл будет единичка, итак, пошел вариант здесь общий отзыв к вопросу, общий отзыв вопросу, можно пропустить, здесь несколько правильных вариантов нужно выбрать, случайный включен, нумеровать вариант А, Б и так далее, не обязательно, и пошли варианты ответа, итак, пишем варианты ответа, например, форум, это элемент активности, я сделаю поменьше, сейчас хорошо, Леда Михайловна, форум, тогда еще поменьше сделаю, чем меньше зона, тем легче ему передавать, форум, вид активности, второй вариант, я напишу тест, и третий вариант, я напишу неправильный, например, файл, это не активность, это ресурс, и мне осталось дать распределение баллов, форум, это правильно, на 50%, второй вариант, соответственно, тоже тест, это вторая половина, тоже 50%, а за последний ничего не пишу, это неправильно, оценку не пишу, все, в принципе, можно закончить, теперь можно добавить отзыв, например, форум, отзыв, верно, это можно не писать, это будет интересно, за тест можно писать верно, то есть компьютер будет хвалить, а вот за файл может поругать, неверно, вы, вы слабо, вы поняли идею, освоили материал, или вообще ничего не писать, можно написать, посмотрите, вопрос такой-то, из учебника такого-то, можно продолжить варианты ответов, но я сейчас не буду тратить на это время, если не хватает вариантов, можно увеличить, и сохраняю, все, естественно, Владислав Владимирович, если наугад поставить все галочки в этом вопросе, то возможны разные варианты, вот, например, я создал это тестовое задание, вот тут можно его просмотреть, рекомендуется преподавателям просматривать, а вы его сейчас, наверное, не видите, наверное, не видите, а, сейчас увидите, сейчас увидите, вот, я его нажал на вот эту лупу для просмотра, всегда методически советую просматривать, что получили, вот, он ставит наугад, тут все перемешалось, и он наугад что-то ставит, например, в такой комбинации, или в такой, или в такой, какой угодно, если он угадает, значит, получит вот этот свой балл, если не угадает, значит, получит балл нулевой, или поменьше, вот, например, мы выбираем вариант неправильный, тест или форум, чтобы не было угадайки, преподавателю нужно создавать тесты творческого содержания, не таких вот, три простейших варианта, а побольше, семь, восемь вариантов, с более сложными, если он все три поставит, он неправильно поступит, вот, допустим, он все три варианта поставил, это простейший тест, и нажимает отправить и завершить, система ему, в данном случае, это я сейчас сам себя проверяю, а, она не показывает ему ответ, потому что у меня в настройках выключено показывать, значит, сначала, сейчас, я заново покажу тест, сохранить, то ничего мне система не показала, давайте мы теперь этот тест, тестовый вариант, вот мы насоздавали, добавили еще несколько тестов, мы хотим его, вот мы добавили, мы теперь хотим проверить, открываем наш тренировочный тест, нажимаем начать тестирование, и мы видим начать попытку, и в нем десятки тестовых заданий, в нашем случае только одно, и вот студент выбирает к примеру три попытки, нажимает далее, то есть прошел все тесты, ответ сохранен, у студента есть два варианта, или вот он не уверен, хочет вернуться к попытке, или что-то узнал, вспомнил, или уверен, ему надо завершать, нажимает завершить, система спросит вы уверены отправить все, но попыток больше не будет, он нажимает уже отправить все, и мы видим оценку, вот пожалуйста, вот пожалуйста, студент видит, что его общая оценка 5 из 5, хотя у него один вариант неверный, вопрос почему, делаем паузу 30 минут, это вопрос по математике, вспоминаем, я здесь поставил 50 правильно, здесь 50 правильно, а вот здесь я поставил 0, а нужно было поставить минус 50, вот это была такая уловка в настройках, то есть правильные седа с плюсом в процентах идут, неправильные не ставить 0, а ставить наказание, стяжение балла, теперь поступил вопрос от Татьяны Юрьевны до список ну тут бывают разные, я бы поставил вот таким минус 50 Наталья Викторовна, потому что он один из их, или минус 100, это еще хуже, например преподаватель говорит или все знаешь, или тебе двойка, все надо знать идеально, вот если сейчас нажать редактировать вопрос и исправить этот 0 пусто на минус 100, вот тогда мы получим идеальную оценку, когда да, ограничить возможность вариантов, вот здесь третий вариант стоит пусто, а если мы ставим минус 100 процентов, то все, это самая жесткая оценка, ты должен знать все три пункта этого тестового задания идеально, теперь я бы хотел ответить на вопросы по тестированию, уважаемые коллеги, я делаю вам небольшой подарок, у нас много можно говорить, но у нас есть коллекция учебного видео, где вы спокойно можете посмотреть самые разнообразные моменты, уже даже и без меня и без нас, где я это уже все проговаривал, в том числе и по работе с Moodle, вот эти ролики, которые мы, я в том числе как автор, здесь вам представляю, смотрите, пожалуйста, пользуйтесь. Что касается журнала, хороший вопрос, если открыть этот курс, все студенты, допущенные в группу, получающие или не получающие оценки будут видны в специальном очень удобном журнале в Moodle, очень удобный журнал, он находится вот здесь в поле оценки, он сейчас пустой, но как только там будут студенты, у вас они все там будут перечислены, можно и в алфавитном порядке в этом отчете, вот он сейчас пустой, фамилия пусто, имя пусто, итоговое пусто, тренировочный тест, оценки тоже нет, а так здесь будут строчки с вашими фамилиями, вы можете все видеть, это ответ на вопрос по ведомостям, по тестированию я вам дал только первые шажочки, можете посмотреть тестирование ведь и не всем пригодится исходя из замысла, ну а теперь вопрос к вам уважаемые коллеги, возвращаюсь, ясно ли вам с чего начать при создании курса уже сегодня, да, то есть мы раньше не всегда это понимали и мы можем подать совершенно свободно курс, ясно ли, что эта заявка подается в свободной форме на этом сайте или на другом, отлично, точно ли нам понятно, что состав учебной активности курса зависит от массы факторов, где единого стандарта нет и каждый преподаватель и кафедра и вуз сам формирует состав этих элементов и он может быть как совершенно простой, так и совершенно невероятно сложной и вообще может быть невыполнимый и дорогой и надо все бросить только им заниматься а может быть в течение 15 минут создать простейший курс с файликами и все я не рассказал как делается задание посмотрите пожалуйста самостоятельно коллекцию учебного видео которое у нас представлено и найдите тот раздел который вас интересует если он устарел и вам непонятен пожалуйста сообщайте еще вопрос вы согласны что все за одно занятие рассказать невозможно но если есть набор таких видеозаписей то наверное мы уже сможем и дальше сами что-то делать вот например как пользоваться студенты не понимают как навигация работает как формат делается как контент добавляется как построить индивидуальную ну и так далее вот эти ролики они очень хороши можно уточнить расположение учебного видео да на нашем сайте в меню преподавателя ищите этот раздел а я вам эту коллекцию могу сейчас сюда скопировать уважаемые коллеги задайте вопрос любого характера вот насчет письменных работ студентов да я уже сейчас не буду показывать но только лишь обозначу куда идти вы так добавляете вот например здесь в теме 3 добавляете элемент это не ресурс который называется задание а задание может быть эссе или файл или скриншот или даже видео заснять на камеру и сдать на оценку они получат и все это занесется в итоговую ведомость так где это задание тут разные игры вот задание очень известный способ здесь есть описание прочитайте может быть самостоятельно тут на русском языке добавляете называете его и что удобно все протоколируется все заносится в журнальчик ничего не пропадает до 20 мегабайт один файлик например здесь вы RGR не буду сейчас писать пишите сдать то-то то-то в соответствии с такими металлическими указаниями и из этого получите такую-то оценку назначаете время доступа и вот даже можно голосовое задание по иностранному языку сдать он наговаривает текст или защиту ВКР тренируется голосом и вы ему ставите оценку за как он говорит или в виде файла или просто пишет текст прямо в Moodle или ему выпадает случайный вариант контрольной работы например вы хотите чтобы не они выбирали себе тему контрольной работы а компьютер из вашего списка выдавал им случайную тему например их 25 человек у вас 35 тем и вот он каждому свою случайно назначает такое задание дальше почитайте самостоятельно здесь даже взаимное оценивание работаете но это уже я думаю вы уловили саму идею читаете инструкцию и делаете заключение хочу сказать что у нас есть и курсы повышения квалификации для любого уровня подготовки для любого уровня образования но они платные потому что там выдается документ установлен образца у нас есть школа разработчиков онлайн курсов она была летом но она не закрылась на главной странице ее можно посмотреть и посмотреть что мы там и видео и дискуссии но новинки всякие но это уже для тех кто хочет пойти дальше я надеюсь мы первые шаги уловили теперь мы понимаем что все по-русски все постепенно разъясняется наращивается вот эта школа и в принципе можно даже свобо разобраться если что-то не будет хватать есть он онлайн консультант стоимость дистанционных курсов на 72 часа кстати оговорюсь там время нефиксированное потому что это дистанционное по гибкому графику кто-то хочет у нас были примеры когда слушатели не хотели уходить они задавали вопросы мы их не выгоняли разумеется по 6 месяцев а кто-то более продвинутый это стоит 7900 рублей тоже на главном сайте это невысокая цена на главном сайте вот этот эти курсы есть там можно там и договор как положено и плюс сертификат юнеско мы выдаем кроме удостоверения персональный сертификат если студент завершает курс мы выключаем да он сохраняется до тех пор пока мы сами эти данные не уничтожим никуда ничего не пропадает для прокуратуры очень важно каждый шаг каждое его движение вход выход все запоминается ничего не исчезает никуда у нас еще есть отдельная тема по учебной аналитике но это уже для организаторов для более продвинутых если еще есть вопросы коллеги задавайте я очень рад вашей активности можете меня покритиковать я люблю критику если вопросов нет приглашаю вас на наши другие мероприятия будем приглашать всегда будем вам рады и если все таки хотите получить документ записывайтесь на ТПК 72 спасибо всем большое дорогие друзья спасибо Наталья Викторовна спасибо все кто пришел и кто не пришел и посмотрит записи спасибо Алла Ивановна моя одна из лучших учениц учениц тоже пришла Татьяна Викторовна тоже пришла хотя она не начинающая вот смотрит учится спасибо тут еще ветераны есть некоторые вообще вот Борис Михайлович Додонов вообще не смотрит точнее не использует мудл но тоже к нам пришел развивает свой кругозор у него своя разработка хорошая кого тут я еще вижу знакомых многие знакомые фамилии не буду всех перечислять но я вижу есть и немало начинающих так что приходите к нам еще посмотрите наши записи и посещайте нашу группу в фейсбуке профессионалы дистанционного обучения где постоянные новинки всего мира у нас предлагаются Анна Сергеевна подвохи совмест совместимости разных версий на вашем да могут быть например если у вас версия еще первая и вы хотите сделать импорт во вторую он не получится экспортировать импортировать можно ну вот вторая версия она почти идеальна ну если они совпадают полностью допустим 2.8 и 2.8 там понятно а вот 2.9 из 2.2 или 2.5 могут быть отдельные проблемки вот пожалуйста наш наш наша социальная сеть фейсбуке где мы решаем наши вопросы вы видите сейчас на экранчике немножко мелко профессионалы дистанционного обучения с экспортом импортом очень хороший вопрос чтобы не терять свою работу не волнуйтесь просто уточните заранее вашу версию и спокойно решайте эту задачу здесь можно потренироваться потом забрать на свой сак или наоборот из вуза взять копию сюда разместить или на профилл это практические вопросы то есть начинающий на будущее надо это знать мой труд сделан здесь он не пропадет для передачи в другое место еще вопросы попробую включить камеру вот я заканчиваю нашу встречу я рад что к нам пришли спасибо всем до свидания и запись можно отключать спасибо кто нам помогал Олег Андрей Олегович Татьяна Ирина Юрьевна спасибо компания Директ Медиа которая помогла нам встретиться всего доброго до свидания а еще пока отвечу на вопросы индивидуальные категорию допущенных отключить вот тут еще Марк Обама и спрашивает про категорию допущенных если речь идет Марк Обрамович про студентов на этом сайте я расскажу у нас там нормально все продумано то есть ваши студенты не попадут курсом других вузов и других авторов но это надо показать отдельно настройку категорию допущенных к тестированию есть понятие такое категория точнее группа и поток студентов одну потоку можно отдать а другому не дать это тоже надо настраивать это уже для более продвинутых когда курс работает с разными может быть даже вузами это специальный вопрос он несложно на самом деле давайте мы наверное напишите мне как-нибудь подробности я не понимаю о каком сайте идет речь мне сложно ответить на ваш вопрос так все ли на все так можно отрегулировать есть да есть разные способы Наталья Викторовна можно отрегулировать через кодовое слово на мой взгляд для вуза это достаточно хотя некоторые авторы говорят а вдруг будет другой студент или другой преподаватель знать есть и более жесткие разграничения доступа но например ручное составление списка студентов ну и не совсем ручное через Excel можно заводить но опять же смотря в каком в какой системе то ли на нашем LMS директ медиа то ли в вузе надо было уточнить ваш вопрос то есть система разграничения прав есть через кодовое слово общий доступ через список через список студентов которые размещены в файле ручное зачисление также очень хорошо работает если немного студентов например группа 7-8 человек вот только их выбрать и включить тоже вариант какие еще есть варианты через метакурсы например он записался в один метакурс а к нему прикреплено 8 дисциплин и в каждой свой преподаватель они не волнуются про зачисление методист их зачистил в этот метакурс и они автоматически получили доступ своим преподавателям еще один удобный вариант learning management system система дистанционного обучения я когда был новичком я тоже этого не знал ничего страшного еще вопросы мне нравится то что вы такие вопросы задаете я еще не выключаю мы продолжаем можете задавать вопросы любые вообще хорошо когда новички ничего не боятся вот эта группа вот эта наша встреча мне понравилась вопросы самые любые я такой еще группы не видел столько много вопросов от новичков очень важно сделать так чтобы они не боялись мультимедийного пособия цена все зависит от трудозатрат можно создать профессиональную работу и за рубль но она будет небольшая по объему будет цена рубль сколько часов сколько роликов сколько тем я сам у меня степень по экономике мы могли бы вам оказать помощь заключить официальный договор по цене пособия прикинуть маркетинг изучить потребность может быть он шикарный но на рынке может быть не нужен поэтому цена здесь не фиксированная тут надо сходить индивидуально это не самая последняя версия Татьяна Юрьевна это это 2.8 но она что в ней хорошо в ней работают те модули которые раньше были некоторые плагины нестандартные в последних версиях не работают например в 3.0 не все из старого работает поэтому нормальная рабочая особенно для начинающих это самая хорошая версия давайте еще вопрос я бы так понял некоторые хотят разрабатывать свои авторские курсы пожалуйста связывайтесь у нас есть юристы есть договорной отдел мы заключаем договора с авторами помогаем авторам разрабатывать курсы рекламу даем все это легально в рамках налогового кодекса гражданского и так далее так ну я вижу еще какие-то вопросы давайте раз не уходите давайте еще какие-то вопросы задавайте появилась третья версия Moodle я посмотрел ее самое последнее много удобства есть но для начинающих можно и в таких версиях работать вполне спокойно запись продолжается я не выключал так что все это будет записано так ну кто у нас сегодня первое место по количеству вопросов столько много вопросов кто у нас самый активный а уже был как расшифровывается ЛМС еще до этого я не успел заметить но так вот грубо говоря вот Нечаева Наталья Викторовна высокая активность сегодня Татьяна Юрьевна ну и другие коллеги ну что наверное я вас сегодня не буду больше утомлять спасибо еще раз за внимание если есть вопросы вы уже знаете куда обращаться всего доброго до свидания выключаю связь связь с